Ребенок будет учиться сам. Шесть вещей в доме, которые мешают ребенку развиваться. Современные родители тратят на развитие своего ребенка огромное количество сил, денег и времени. Вводят его на различные кружки и секции. Покупают огромное количество развивающей литературы. Нанимают репетиторов. И это, конечно, все отлично работает. Но могло бы работать значительно лучше. Если убрать эти вещи, которые мешают ребенку качественно развиваться. Про эти вещи мы сегодня и поговорим. Обязательно досмотрите это видео до конца. В конце расскажу, при отсутствии какого важного условия ребенок не только не будет продуктивным, но и закрепит негативные привычки, которые будут мешать ему развиваться и не позволят достичь успеха во взрослой жизни. Ну и первое, то, что вам, скорее всего, приходит в голову, это, конечно же, мобильный телефон. Но давайте разберемся, почему он так вредит. Во-первых, дело в уведомлениях. Когда ребенок должен погрузиться в какую-то деятельность, например, в выполнении домашних заданий, он должен концентрироваться на этой деятельности и достаточное количество времени, для того, чтобы полностью погрузиться в процесс и шли его мыслительные операции. Когда он слышит звук на телефоне, он отвлекается, берет телефон, переключается на другую деятельность и нужно время для того, чтобы снова вернуться к этой деятельности. Поэтому во время выполнения домашних заданий телефон нужно выключать или вставить в авиарежим. Может показаться, что самым правильным решением будет полностью забрать у ребенка мобильный телефон. Но так, скорее всего, тоже не пойдет, потому что ребенок ходит в школу, а у других детей тоже есть телефоны. И правильный здесь подход – это ограничение. То есть, да, у ребенка есть этот телефон, он им пользуется, но во время выполнения домашних заданий, во время выполнения какой-то деятельности телефон выключается, и ребенок учится жить с этой привычкой. В деятельность погрузился, телефон убрал, выключил. Чем еще вреден мобильный телефон? Там есть огромное количество игр, разного веселого контента, и хочется его потребить в начале дня, до выполнения уроков. И это очень плохой подход, потому что интеллектуальная энергия ребенка ограничена. Если он ее потратил на просмотр контента или какую-то игру, то сил на выполнение сложной интеллектуальной деятельности, каковы является домашнее задание, у него не останется. Поэтому важно игры и какие-то видео после выполнения уроков. Если у ваших детей тоже есть проблемы с вниманием из-за гаджетов, поставьте лайк этому видео. Следующая проблема, которую многие родители не замечают, и у многих она есть, это телевизор на фоне, который постоянно работает. Да, ученые считают, что в абсолютной тишине мы не можем нормально концентрироваться. И когда у нас на фоне есть какие-то звуки, то ребенку легче сконцентрироваться на деятельности. Но проблема телевизора в том, что там идет какая-то конкретная информация. И если ребенок вдруг захватит своим вниманием речь какого-то диктора или услышит какую-то программу, мультфильм, то, соответственно, он переключится на вот этот телевизор и будет внимательно слушать, что же там происходит. Потому что это не какой-то разовый отвлекающий фактор. Там идет конкретная программа, фильм, и там связаны идеологии, на которые ребенок, скорее всего, отвлечется. Поэтому телевизор лучше выключать. Кстати, мне интересно, у вас в доме работает телевизор, или вы из тех семей, которые его, в принципе, не включают и используют только для просмотра каких-то фильмов. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Третий отвлекающий фактор – это неудобный стул и стол. Фактически не оборудованное рабочее место. Очень рекомендую погрузиться в эту тему. Сейчас производители создают удобную мебель для обучения ребенка. Возможно, сделаю отдельное видео на эту тему. Кстати, напишите в комментариях, кому это интересно. Но суть в том, что нужно оборудовать ребенку удобное рабочее место, чтобы его стул соответствовал его росту. Ребенок быстро растет. И тот, например, стул и стол, который в первом классе ему идеально подходил, в третьем уже может быть не по его габаритам. И осанка будет портиться, ребенку будет неудобно. И это будет очень сильно его отвлекать. Нужно понимать, что в начальной, в средней школе ребенок очень быстро растет. И, возможно, даже в течение учебного года нужно поменять стул и стол. Не буду вас пугать, это не дополнительные какие-то расходы. Обычно вся школьная мебель регулируется по высоте. Еще один важнейший фактор – это освещение в комнате, где ребенок учится. Если освещения недостаточно, если оно плохое, слишком яркое, то, соответственно, долго концентрироваться над рабочими учебными задачами для ребенка проблемно. Не спроста в школьных классах все по определенным ГОСТам. Всегда проверяется вот этот уровень освещения. Он должен быть не слишком сильный, не слишком слабый для того, чтобы глаза не уставали и у ребенка не было проблем со зрением в дальнейшем. И очень сложно ребенку концентрироваться, когда свет плохой, слишком яркий, либо слишком слабый. Поэтому тоже очень рекомендую озаботиться этим вопросом. Освещение можно один раз хорошее поставить, поставить, купить хорошую лампу, для того, чтобы ребенок всю дальнейшую школу чувствовал себя комфортно. Наверное, один из самых важных факторов, на которые практически никто не обращает внимания, это качество воздуха в комнате. И я сейчас не буду рассказывать вам про всякую ерунду, что нужно ставить ионизаторы и так далее. Вопрос в количестве кислорода. Если комната недостаточно проветривается и концентрация СО2 высокая, углекислого газа, то любого человека будет очень сильно клонить в сон. Я думаю, вы за собой замечали, когда вы находитесь в непроветриваемом повещении достаточно долго, вам прям сильно хочется спать, глаза залипают. Стоит вам выйти на улицу или открыть форточку, вы сразу просыпаетесь. И очень важно приучить ребенка постоянно проветривать комнату каждые пару часов, для того, чтобы концентрация углекислого газа была небольшой, по-моему, в пределах 400 она должна быть. Есть небольшие приборы, достаточно дешевые, которые определяют качество воздуха в помещении. Очень рекомендую хотя бы в комнату ребенка этот прибор приобрести и контролировать качество воздуха. Это прям волшебная таблетка, которая позволит вашему ребенку легче, проще учиться, дольше концентрироваться и быть более бодрым и веселым. При соблюдении этих требований ребенку будет физически значительно легче учиться. Еще легче ему будет учиться, если он научится правильно учиться, натренирует свои когнитивные навыки, внимание, память, мышление и научиться методикам эффективного обучения, как легче запоминать, как пересказывать правильно, как легче писать сочинения. Очень рекомендую вам, родителям, пройти мой пятидневный онлайн практику, который называется «Как научить школьника, школьницу легче учиться». В описании под этим видео есть ссылка, он абсолютно бесплатный, там огромный объем материала, но пять вечеров, если вы этому посвятите, то уверен, что вам станет понятно, как легко и просто учить своего ребенка, как сделать так, чтобы он овладел самым важным навыком, научился самостоятельно учиться, потому что в современном мире это самое важное. Научно-технический прогресс очень быстро движется вперед, и ребенку точно в взрослой жизни придется переучиваться и обучаться новым навыкам. Ссылка на практику в описании под этим видео. Ну, а мы с вами движемся дальше, и наш последний, шестой пункт, это отвлекающие факторы, вроде каких-то игрушек, каких-то вещей, которые находятся в такой близости с рабочим столом ребенка. То есть на рабочем столе ничего отвлекающего не должно быть. Обычно дети обожают взять какую-нибудь игрушку типа кубика рубика и покрутить его в руках, и отвлечься, переключиться на другую деятельность. Очень важно, чтобы у ребенка в зоне доступа никаких игрушек и отвлекающих моментов не было. Ну, а теперь, как и обещал, рассказываю про главную причину, которая приведет к тому, что ребенок будет отставать и в школе, и в жизни. Это отсутствие расписания, это отсутствие распланированного дня и распланированных каких-то дел. Эта привычка формируется у ребенка с детства. Если вы научите его планировать свой день, если вы будете какие-то плановые мероприятия, не школьные, вставлять в расписание ребенка, и он будет привыкать, что вот у нас какая-то деятельность во столько-то, и встаем мы постоянно примерно в одно и то же время, и ложимся примерно в одно и то же время. Есть какие-то обязательные ритуалы в течение дня, то эта привычка перейдет с ним во взрослую жизнь. Ну, а во взрослой жизни обычно добиваются каких-то результатов какого-то успеха люди, которые свою жизнь планируют. Потому что, если вы не планируете, то с вами жизнь случается, случаются какие-то постоянные события, и то, что вы хотите сделать, вы, соответственно, не делаете. к чему это еще приведет? В взрослой жизни ребенка будет огромное количество отвлекающих факторов. Будут знакомые, друзья звать на какие-то мероприятия, будут вечно появляться какие-то сериалы и другие отвлекающие факторы. Если ребенок с детства не научился планировать, делать обязательные вещи, которые стимулируют его развитие, которые для него действительно важны, то жизнь пройдет очень быстро и у ребенка не будет той жизни, которую он в реальности хочет. То есть, он будет постоянно переключаться с одной деятельности на другую и нигде никаких результатов не получит. В действительности, это не все моменты, которые влияют на развитие и успех вашего ребенка. О других приемах, методах я рассказываю себя в телеграм-канале. Там на данный момент более 200 тысяч активных родителей, которые занимаются развитием своего ребенка. Ссылка на него в описании. Подписывайтесь.